Умение так ловко владеть летательным аппаратом сразу же покорило всех присутствующих. Юный оператор беспилотника словно слился с мини-дроном и чувствует его настолько, что легко преодолевает все препятствия. Правда, эта модель показательная, а вот соревновательные намного крупнее и способны развивать скорость до 150 км в час. Лопасти их очень мощные, поэтому находиться в одном помещении с таким дроном крайне опасно. Но не только для соревнований в клубе собирают дроны. Умельцы сделали квадрокоптер для бойцов и отправили в зону СВО, где, как им сообщили, он отлично себя показал. Сборка, конечно, дело непростое, говорят участники клуба, но работу в этом направлении продолжают. Допустим, у нас был один полетный контроллер и другой фирмы был регулятор оборотов двигателя. То есть двигатель просто так не полетит, ему нужен регулятор. Все, что есть шлейф определенный, раз вставили, ага, в чем проблема? Оказалось, что даже вот просто шлейф, да, вроде как, подходит и туда и туда подошел, а провод, то есть с одного он должен скрутиться, то есть на другой фирме он должен скрутиться и пойти плюс в другое место. А тут он не скручивался и пошел плюс в другое место, где он не предназначен был. Ну, сейчас начали делать подвесы на коптеры, сбросы. Будем испытывать сначала сами и тоже помогать будем СВО. Кроме того, в авиамодельном клубе любой доброволец, решивший отправиться на СВО, сможет бесплатно пройти обучение по управлению беспилотниками. Желающие есть и будем стараться обучать их. Ну, вплоть до того, что будут получать какие-то документы, что он имеет право пройти. Чтобы начать управлять реальным беспилотником, в клубе сперва проходят обучение на виртуальных дронах. И хотя выглядит это так, будто ребята развлекаются в очередной компьютерной видеоигре, на деле же они осваивают базовые навыки, без которых в реальности не обойтись. Но сейчас и я попробую себя в роли оператора беспилотника, так что можете начинать засекать, через сколько я врежусь в первое же препятствие. Направимся на более сложный участок и, как вы можете заметить, выглядит это со стороны гораздо проще, чем на самом деле. Оказывается, в этом направлении даже соревнования проводятся так, что в авиамодельном клубе будут обучаться как будущие воины, так и спортсмены, которые обязательно прославят свой родной город.